я вас фото не вижу видео включить ну конечно без видео не разговора не будет а вот я включил ну значит она как-то не так вырезать двойное хорошо первое условие у нас все записывается выставляется в интернет вы не против расскажите не против я не против я слушаю вас пожалуйста кто вы такой почему у вас тут не имени фамилии нету по-быстрому зарегистрировалась правило такое никаких аватаров никаких ниток ников все нормально вот я бы хотел у вас спросить вот у меня такой вопрос вот я был в браке венчанный брак и жена от меня ушла и начала общаться встречаться с другим с целью чтобы выйти за него замуж как бы вступить с ним в новый брак это является прелюбодеянием причиной того чтобы я мог на законном основании искать новую жену а вы венчаны были а мы венчаны ужасно конечно я виноват был в том что из-за меня по моей вине по моим грехам то есть мое отношение обращение к то есть явилась таким ну как поводом основанием чтобы она ну ушла не вы не вынесла не выдержала не смогла и но по по святым отцам по церковным правилам он по апостольским правилам она должна была просто уйти оставаться одна то есть но она видимо не выдержала там искушение от плоти там от блудной брани начала плотно общаться с человеком уже они должны были вот-вот должны были жениться ну в кавычках жениться там вступить в брак ну там что-то там их разрушилось и то есть и у нее не было искреннего осознания понимания что то что она хотела сделать это является предательством измены то есть прелюбодеянием то есть наоборот говорила это нормально это хорошо все равно бог благословить наши намерения это сейчас как бы идут у нас искушения как ну якобы вот когда благое дело делает человек у него идут искушения препятствия то есть она как бы вот так преподносила то есть и уже сколько вот четыре года мы не живем как бы и вот то есть ее действие является прелюбодеянием ну да это прелюбодеяние а от меня то вы всего ждете я вот изучал 87 правило трусского собора там вот разорвать брачные узы между супругами закона венчаны может лишь смерть или же причина превозмогающая церковную идею о нерасторжимости брака и разрушающая нравственные религиозные основания его ну что тоже смерть только в другом виде то есть как это понять вот этот вот эти строчки слова то есть причина превозмогающая церковную идею и разрушающая нравственные религиозные основания что тоже смерть только в другом виде то есть если нет смерти или смерти подобной причины лишь смерть физическая или нравственные и религиозные в состоянии расторгнуть ну физическая смерть понятно а нравственная религиозная смерть это что имеется в виду а вот смотрите как библии написано книга пророка иеремии 3 глава с первого стиха говорят если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и сделается женой другого мужа то может ли она возвратиться к нему не осквернилась либо при этом страна то вот ответ вот тут еще так идет этот игнатий тихонович законный враг может быть расторгнут когда в браке на лицо прелюбодеяние или деяние подобное прелюбодеяние как это понять деяние подобное прелюбодеяние ну прелюбодеяние понятно она там физически изменила там половые отношения впала деяние подобные прелюбодеянию это как что подобное любодеяние вообще грех Грех в этом направлении А прелюбодеяние Это измена законного брака А блуд это когда Незамужний, неженатый А грех один и тот же Но эпитемия разная И притом заметна А сейчас нет эпитемии Сейчас пускают сразу причащаться Как нету? Это у вас нету, а у нас есть У вас есть Я имею ввиду в 95% Во всей нашей стране Матушке России В любой храм зайди, исповедуйся В смертных грехах тебе скажут Ну да, это плохо Больше так не делай Обещаешь так больше не делать Ну все, иди, причащайся Сам на себя наложи эту эпитемию Если ты ее знаешь Ну там, да, 3 года, 5 лет Нет, 3 года, 5 лет нету Нету Не 3, не 5 Начиная с 7 лет И выше 7 лет Как тогда все причащаются И тогда как понять Отец Тихон Безумствует Безумствует А почему Говорит Иоанн Златоуст Лучше тело мое Отдам сам собакам Чем тело Господне Недостойно причащающемуся Вот и все Значит, моя жена бывшая Совершила грех Прелюбодеяния То, что уйдя от меня Она начала встречаться С другим человеком С целью выйти за него замуж То есть создать новую семью То есть по Закон, по церковным правилам По канонам Она этого не имела права То есть могла просто Оставаться одна Вот как у апостола Павла написано Пускай остается одна В безбрачии Или же помериться Со своим мужем И мужу жену не оставлять Но она То есть это уже На прелюбодеяние Да, ее вот Эти действия являются Вы кто по национальности? Осетин Ну вот у Осетин Там правило есть другое Как-то сказали Кто-то пришел и говорит Твоя бывшая жена Видели в подъезд Зашла к чужим мужем Как бывшая Ну вы же развелись Они слова не говорят По трубе забрался домой И там действительно Мужик он обоих зарезал Да, это было у моего родственника Вернее мой родственник Залез еще за женей Его топором зарубил Вот тут Ну у нас как Ну это То есть это К православию Никакого отношения не имеет Уже нет Я про то и говорю Вы уже не будете это делать Поэтому Дальше-то жить надо Успокойтесь И живите один Зачем? Теперь уже ничего не вернешь Тем более Хорошо, что вы Сознаете себя же Виновным Я за это понес На данный Господь сам Сколько лет вам? 44 Ну главный огонь-то Прогорел Вам же не 17 лет Все равно Ну как бы Если бы она Даже сейчас Бросила И к вам пришла То даже Библия запрещает Это дело принимать Это не разовое Явление А жена Она была с ним Не один раз В церковных правилах Написано Если в течение двух лет Муж хочет ее принять Может принять Как бы Не возбранено А так Там что-то написано Жена Скверняющая Скверница К мужу своему Не возвратиться Ну я да Это читал Как бы Правило А что же вы Об этом раньше Не подумали Пока еще можно было Вот тогда бы Вы пришли с женой И я тогда Мог бы поговорить С нею Я знаю Куда прийти Она не хочет Меня не видеть Не слышать Ну она не хочет Ну не Сегодня же это было Было когда начиналось Только А вы как про меня Узнали? Она не Как вы про меня узнали? Почему зашли ко мне? Совершенно Случайно Вот в ютубе У меня есть Православные каналы Там И мне вот Мой друг скинул Ну Причина войны На Украине Там Последствия Вот это все Там вас Из видеоролик Я как-то Вот поинтересовался Просто вас Послушал Увидел Ну Слышал Что вы знаете Священное писание Ссылаетесь Отталкиваетесь Так я не только Знаю У нас У нас вообще Нет разводов Вообще Нету Ни разводов Ни абортов Нету У нас Нету абортов Ни одного аборта Ни одного развода У нас нету У нас вообще Это не именуется Даже Ну Слава Богу Дай Бог вам Пребывать В вашем Таком Делании Вот Что слышу Чтобы От меня От меня От меня Чего хотите Чего ждете Ну Узнать Вот То что она Сделала Это уж Ну Прелюбодеяние Это прелюбодеяние Вы успокойтесь И живите Живите Один Сколько А если я хочу Познакомиться С деревушкой Вам жениться Нельзя И все На этом Живи Перестань делать То что делал Что послужило Там К вашему Разводу Почему мне Нельзя Жениться Я ведь Да По моей вине Она ушла Но Я понес Наказание Пятимю То есть Я наказываюсь Не как Прелюбодеяние Там Согласно Библия говорит Об этом Седьмая глава Первое послание Коринфянам Седьмая глава Если при живом Муж Она выйдет Замуж Называется Прелюбодейся Естественно Что и муж При живой Жене Если он Женит Я говорю Вы перебиваете Она-то Ушла Я вам Отвещаю Вы меня Два раза Перебили Да я просто Не могу Разобраться А где мне Так Я вам Помог Разобраться Жениться Вам нельзя Если вы Вообще Никто Не думайте О спасении Души Хоть сто раз Жениться Но отношения К церкви Никакого Нету У церкви Определенное Правило Вы Жениться Не можете Хотя Сегодня Вместо Одного Говорят Причина Только Неверность Жены А сегодня Двенадцать Причин Развода И вас Свободно Могут Повенчать Второй Пятый Десятый Раз Но это Уже Не церковь Это Бандиты Захватили Церковное Правило Пираты Захватили Корабль Игнатий Тихонович Вы ведь Сами Сказали Да Она Прелюбодействие Совершила То есть Кроме Вины Прелюбодеяния Но ведь Она Совершила Прелюбодеяние То что Уйдя от Меня Начала С другим Встречаться Общаться И она В этом Не покаялась Она Не осознала Что Она вам Такая Не нужна Совсем Не Не на Не Я говорю На другой Девушке Которая Если У вас Хоть Пятые Десятые Будут Одинаково Потому что Вы-то Не Изменились Вы Тот же Остались Вы С себя Начните Виновен Я И начните Молиться Поститься Успокойтесь Сегодня Такая Обстановка Что Никому Ничего Не Надо Будет Орванет И Квертормашками Все У У вас У вас Не Написано Ни Ни Имени Ни Фамилии Я Не знаю Как Вас Назвать Лив Кайт Али Б 021 60 80 Так Называть Вас Раб Божий Георгий Ну Георгий Это Земледелец Вот Будьте К этому Работай На Земле И Вам Не Надо Будет Ничего Зачем Она Нужна Такая Тяжело Одному Без Жены Так Я Ответил Все Если Вопросов Нет Я Отхожу Ну Спаси Вас Господь Георгий Давайте Помолимся Чтоб Вас Господь Укрепил И Глупости Не Делали Больше Хотите Помолиться Давай Да Если Я Скажу Аминь И Вы Согласны Тоже Скажете Аминь Господи Боже Наш Слава Тебе Великий Дивный Господь И Бог Ты Сотворил Мужчину И Из ребра Его Создал Ему Женщину Милость Твоя Бесконечна И Ты Видишь Какое Несчастье Постигла Человека Устрой Все По воле Твоей Святой Как Тебе Угодно Положи Ему На сердце Быть Верным Тебе Ибо Видимое Все Временное А Невидимое Вечное Тебе Боже Хвала Слава Счастье Поклонения Отец Сын И Святой Дух Аминь Все Отхожу Все Спасибо Господа Аллилуйя Пока